Всем привет! Хочу сделать небольшой обзор косметических продуктов Фаберлик. Много было нас слышно о них и вот сама решила заказать. Сейчас в Риге появилась такая возможность. И вот первое что я хочу показать это парфюмированная вода. Симпатичный флакончик. Сначала мне не очень понравилось. Уже подумала кому-нибудь отдать, но решила денек-другой попользоваться. Запах слегка сладковатый. Было написано, что хит продаж. Флакончик очень симпатичный. Крышечка. В итоге как бы запах мне довольно таки понравился. Основные аккорды духов. Сладкий, цветочный, такой фруктовый, цитрусово-свежий. Верхние ноты мандарин, апельсин, личи, липовый цвет и яблоко. Ноты сердца роза жасмин. Корень ириса, иланг-иланг, белая фрезия, пион и гвоздика. А базовые ноты амбра, белый мускус, ирис, дубовый мух и бобы тонко. Аромат нежный, приятненький и нежненький. Именно вот приятненький и нежненький. Слегка со сластиночкой. Именно слышу что-то цитрусовое, цветочное. Ну даже вот больше каким-то ирисом не пахнет. Больше такой, наверное, девичий. Ну что еще? Жалко, еще и не очень стойкий. Но в целом неплохой. Дальше лаки Фаберлик. Вернее, один лак и другое антивозрастное средство для ногтей. База. Это вот этот розоватый. Если видите, я уже им хорошо попользовалась. Мне он очень понравился. Это считается как база, но мне очень даже нравится и в таком виде. Вот как вы видите, эта база у меня на ногтях. Вы знаете, даже не хочется лак наносить. Ложится ровненько. Приятный такой розоватый оттеночек матовый, молочный. С очень хорошей кисточкой. Мне очень понравилось это средство. Это антивозрастное средство для ногтей. Гладкость и блеск. Вот это у меня на ногтях два покрытия. Его можно носить как лак и не только как базу. На моих ногтях держится очень долго. При том, при всем, что я мою, убираю, равно пять дней запросто держится, не откалывается ничего. Очень приятно, очень мне понравилось. И буду покупать его впредь. Вот уже довольно-таки много. Видите, сколько израсходовала. Второй лак. Такой, трудно сказать, какого цвета персикового, оранжевый такой. Не знаю, я ожидала, что цвет будет посветлее. Немножко он ярковатый на ногтях. Он как-то поярче выглядит, даже чем вот бутылочки. Как-то ярковатый. Но я его оставлю на лето. На лето чудесно будет. Ложится, ну, более-менее в два-три покрытия. Ничего. Ну, так, среднего качества. Следующее, что я хотела показать, это вот такой крем восстановления треугольника красоты. Ночной крем. Компресс каскадного действия. Плюс деликатный гель для умывания. Вот это было, как бы, в наборе. Гель для умывания. И вот этот крем. Я его уже тоже попробовала. Крем мне понравился. Очень приятный. Приятной консистенции. Называется он Матриженик от Фаберли для возрастной кожи. Запускает механизм естественного омоложения кожи на генном уровне. Не знаю, что он там запускает. Но, вы знаете, очень приятно. Я уже несколько дней им пользуюсь. Мне пока нравится. Очень нравится. И также к нему в пару был вот такой гель восстановления тоже треугольника красоты. Деликатный гель для умывания. Да, неплохой гель. Но крем мне понравился больше. Посмотрю, как он себя поведет дальше. Возможно, еще потом куплю. Пока мне все нравится. Также два вот таких крема для тела. И крем для рук. Молочко для тела. Именно как молочко. Такое довольно-таки жизненькое. Хорошо наносится. Интересный такой, приятный запах. Что-то вроде бы есть и лекарственное, и что-то какой-то парфюмчик. Но очень нежный, деликатный. Очень хорошее, приятное молочко. Но я только начала им пользоваться. Поэтому в полной мере не могу ничего сказать. Какое-то свое особое мнение. И также крем для рук. И рис, и папоротник. Также тут сочетание благородного папоротника и изящного ириса. Ухаживающая формула крема сделает руки мягкими и бархатистыми. Легкая текстура подарит комфорт. Насладитесь чарующим ароматом и непревзойденной нежностью вашей кожи. Действительно, аромат очень приятный. И действительно, очень приятная текстура. Хорошо впитывается. Очень приятный крем. Также вот такая покупочка. Крем для век. Кислородное питание. Как здесь заявлено. Глубокое питание. Максимальное дыхание вашей кожи. Коже непревзойденный комфорт. Крем для век. Крем моментально впитывается и разглаживает кожу вокруг глаз. Да, он впитывается быстро, но особо, чтобы он как-то разглаживал, я не заметила. Наносить утром и вечером. Для нормальной сухой кожи. Проникает глубоко в слои кожи. Восстанавливает, укрепляет, защищает функцию. Оказывает длительное антиоксидантное действие. Кислородное. Но мне вот что заинтересовало, это инновационная технология кислородное питание. Но буду пробовать дальше, может быть и понравится. Но он недорогой, поэтому ничего такого от него ожидать в принципе я и не собиралась. Также купила палеточку маленькую теней. Тени матовые. Называется пленительный дуэт. Но меня этот дуэт как-то не пленил. Не хотела я покупать тени, но мне очень понравились цвета. Такие очень интересные. И я соблазнилась. Начну с упаковки. Обычная упаковочка. Я понимаю, что тени там не супер какие-то там дорогие. Но вот эта вот выпуклая упаковка. Крышка меня разочаровала. И взять их куда-то с собой опасно. Чуть сдавить и крышка лопнет. Слишком громоздкие для таких маленьких теней. Для такой маленькой двушечки слишком громоздкие. Оттенки, конечно, очень красивые. Но как они пылят. Пигментация слабоватая. Сейчас, конечно, я уже немножко приспособилась. В основном наношу один цвет на веко. Потому что немножко они как-то смазываются, пылят. И получается грязь. Цвета красивые. Но качество не очень. И последняя. Это помада 3D поцелуй. У помады запах Аниса. В этой серии красивые цвета. Прям не знала, какой выбрать. Паковка простенькая. Но так ничего симпатичная. Ну, в общем, качество мне понравилось. У меня есть желание еще какой-то другой оттенок купить. Цвет такой нудовый. Цвета очень красивые. Мягко ложится. Довольно-таки приятно. Ну, вот это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Хочу с вами попрощаться. До новых встреч. Всего вам хорошего. Удачных покупок. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok